Друзья, мир Божий вам! Мы пропели песню, в которой мы делаем сегодня. Скоро, очень скоро. Дни нашей странствования закончатся. И я хотел бы, чтобы в этом радостном ожидании прошла вся наша проповедь. Посмотрите на Евангелие от Луки. 21 главу. Я буду читать с 25 стиха. И там написаны следующие слова. И появится знамение на солнце, луне и звезды, а на земле целые страны будут повергнуты в смятение ревом моря и его вздымающимся волнам. И будут люди изнемогать от страха при одной только мысли о том, что надвигается на мир, ибо силы небесные сотрясутся. И тогда все увидят Сына Человеческого, нисходящего в облаке, силой и славой великой. Когда же все это начнет сбываться, воспряньте, поднимите головы, освобождение ваше близко. Дорогие братья и сестры, хочу сказать вам девиз. Пусть боятся нечестивые. Мы верующие люди должны радоваться всегда. Посмотрите, что говорит Христос. Изнемогать от страха будут нечестивые люди. В смятении будут нечестивые народы. Но что сделают праведники? Они поднимут головы свои. Они воспрянут духом. И они скажут, мое освобождение близко. Это возможно только тем людям, на которых присутствует Святой Дух. Я вам расскажу одну историю. Это будет история о смерти двух человек. Одна медсестра написала размышления о том, что она увидела, когда погибал нечестивый человек Вольтер. И в конце она говорила, я за все сокровища мира не соглашусь никогда присутствовать при смерти атеиста. И она сказала, я никогда не хочу быть виноватым, когда атеист потому, что он увидел беса, который пришел по его душу. Потому что он увидел беса, потому что он увидел беса, который пришел по его душу. Он метался. Он царапал себя, он калечил себя. И ученики евангелиста, Дуайта Моуди, они написали песню на небесной перекличке, там однажды буду я. Потому что когда умирал их наставник, его последними словами было следующее. А этого часа я ждал всю свою жизнь. И он сказал несколько раз, здесь, здесь, здесь. И его ученики представили себе так, что на небе прозвучало его имя. И он сказал, здесь. И тогда они написали песню, что на небесной перекличке однажды буду я. Если мы сохраним с вами верность Богу, однажды на небе вы услышите ваше имя и скажете, здесь. Тема сегодняшней моей проповеди радость странствования Что Библия говорит о нашей жизни? Она говорит, вы странники. Путешественники. В Библии есть только одно слово, которое упоминается один раз в Библии, всего один раз. Это слово приключение, или даже авантюра. И Петр говорит, возлюбленные, воспринимайте свою жизнь как приключение. И Петр говорит к братьям, братьям, accept your life as an adventure. Один благовестник в Советском Союзе. И он приехал в Америку с Америки со своими детьми в девяностых годах. И его дети говорят, папа, у нас в доме уже много времени нет туалетной бумаги. Он говорит, дети, это у нас приключение такое. Мы просто пройдем его весело. и он говорит, и мы жили просто вот с этим убеждением. Мы странники, которым в жизни встречаются приключения. Возможно, вы скажете, что я сошел с ума. Но если вы видите вот этот весь ажиотаж нынешний коронавирус. Дорогие христиане, это приключение, которое мы пройдем. И оно закончится. И мы услышим наши имена. Изучая историю о том, как жили народы раньше. Знаете, что я начинаю понимать? В нашей жизни очень мало смысла. Мы не думаем о том, что то, что мы можем делать, имеет гораздо более глубокий смысл, чем обычная жизнь искателя удовольствия. Один из примеров это евреи. Их не весь год он вращался вокруг праздников. Были весенние и осенние праздники. Если вы хотите научиться праздновать, прочитайте, как это делали евреи. Праздник у них это не прийти вечером домой и поужинать с друзьями. Семь дней веселья. И слушайте, ничего нигде не пропадало. Они умели радоваться в своих странствованиях. they knew how to celebrate even throughout their pilgrimage, throughout when they were traveling. И сегодня у нас весна. And it's fall out there. It's spring out there. I'm sorry. Но я хотел бы рассказать о осенних праздниках Израиля. And I wanted to share about fall holidays in Jewish traditions. Один из этих праздников это праздник Куши. Это праздник, когда они уходили жить в палатках. Вы представляете, это был праздник, который был после сбора всего урожая. Ихние дома были переполнены всякими прекрасными плодами. Но они уходили на семь дней жить в палатках. И эта палатка еще не имела крыши. Там нужно было отверстие быть. А в то время в Израиле сезон дождей. И дети могли спрашивать у отца папа. Почему мы, имея свой хороший дом, в котором полно плодов, должны жить в палатке, где открытое окно и на нас дождь падает? Мы не хотим так жить. И тогда отцы им объясняли. Наши отцы они были странниками. Они шли в обитованную землю. Они вышли из плена. И Бог их вел в прекрасную землю. И мы также такие же странники, как и наши отцы. мы идем к осуществлению обещаний Бога. Мы идем к обещанию Бога. Вот эта жизнь, которую мы имеем вокруг себя, это еще не все. Этот прекрасный дом, это не вершина наших ожиданий. собранные плоды, это не все, что мы хотим от жизни. Мы идем к чему-то большему. Мы хотим, чтобы Бог осуществил нам то, что нам обещал. И Библия говорит, что мы верующие люди сегодня. Должны быть похожи на этих странников, которые идут к чему-то большему. Однажды я общался с одним профессором. Он работает в Институте Изучения Человеческого Сознания. И он говорит, что мы изучаем, как можно воздействовать на человека. И он говорит, что они изучают как они могут менять его менталитет. Он говорит, мы изучаем, как мы можем человека поместить в такие ситуации. он начинает думать так, нам нужно. И потом он рассказал, как он стал верующим человеком. Говорит, но я изучил Библию и понял, что если человек имеет библейский менталитет, им невозможно манипулировать, потому что он не привязан ни к чему в этом мире. У него невозможно ничего забрать, чтобы он захотел это вернуть и жил по-другому. И ему невозможно ничего дать, чтобы он начал жить по-другому. Он в любых ситуациях не поддается манипуляции. и одна из составляющих этого менталитета это понимание истины о плене. Мы все были в плену. Весь мир находится в плену. И мы освобожденные странники, которые идут к новому миру. Вот это независимый менталитет христианина. Один миссионер рассказывал такую историю. Говорит, я шел по джунглям и увидел, как мама обезьяна разговаривает со своей дочкой. И я saw how мама манки мантер was speaking to his daughter. И она сказала своей дочери. Говорит, доча, смотри, это люди. Говорит, это страшные создания. Они говорят, что мы с ними чем-то связаны. Они наши родственники. но они врут, берегись их. Вы понимаете, что это шутка. Но это менталитет сегодняшнего мира. Мы такие же животные, как и другие и движемся просто вслед за своими желаниями. Но это неправда. У верующих людей другой менталитет. Мы пленники, которые сейчас идут, странствуют, как свободные люди к новой жизни. И праздник кущей в Израиле он воссоздав для детей ситуацию непостоянства. Это не родная нам земля. Мы не привязываем себя к ней. Но праздник кущей еще что-то важное говорил для евреев. Бог хранил наших отцов в странствованиях. И Он нас будет хранить в наших странствованиях. Именно под влиянием этой истины. Апостол Павел сказал филипийцам, Апостол Павел сказал филиппийцам, Тот, кто начал в нас доброе дело, Он совершит его до дня Иисуса Христа. Он говорит, если вы странники, которые идут за Иисусом, это верный поводырь. Он не запутает нас. Он нас доведет. Как заканчиваются наши странствования? Когда мы обретем славу Богу, славу Бога, которую никто не сможет у нас отнять. Позвольте прочитать Евангелие Теана 7 главу. С 37 стиха. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил говоря, кто жаждет, иди ко Мне и пей. кто верует в Меня у того, как сказано в Писании, из рево потекут реки воды живой. Апостол Иоанн, он хочет, чтобы мы были уверены, что в последний день еврейского праздника произошло что-то настолько важное, что изменило жизнь всей вселенной. Как вы думаете, Иисус сказал что-то плохое? Мы так смотрим, но вроде бы ничего. Но если вы прочитаете историю дальше, вы видите, что за эти слова Иисуса хотели убить. но он вроде бы не сказал ничего плохого. Но ключ к разгадке этой тайны в этом слове в последний день праздника что же происходило в последний день праздника? евреи оставляли свои кущи для того, чтобы принять участие в особенном служении в храме. Давайте встанем в толпу этих путешественников в храм и посмотрим, что же там тогда происходило. В этот день священная процессия, священная ходьба, священное путешествие. Они выходили из храма и шли вниз к Силаамским водам. В золотой кувшин они там черпали воду и под радостные звуки, под танцы, песни. Они выходили назад в храм. И там под пение песен священник выливал эту воду на жертвенник. этим самым он нечто символизировал. Родниковая силаамская вода символизировала источник спасения. Люди, которые живут в пустыне, не знают цену воде. Хотите, сделайте для себя эксперимент. Попробуйте не пить два-три дня. И вы знаете, потом вам не захочется абсолютно ничего, кроме воды. Вам скажут, слушай, мы тебе стакан воды не дадим, мы тебе машину новую дадим. И представьте себе, вы откажетесь от машины ради стакана воды. Скажите, не, 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 я точно возьму новую машину. Нет, вы променяйте ее на стакан воде. Итак, родниковая силаамская вода, она означала источники спасения. И то, что он черпал из священника, черпал из силаама воду и нес ее в храм, это означало, что нижний грешный мир в храме воссоединяется с Богом. Нам это очень сложно понять, потому что у нас другой менталитет. евреи думали о себе как о пленниках, которые странствуют к свободе. евреи, они скорбели. И хибрии страдали. И причина этих страданий была в том, что в мире присутствует грех. Они смотрели на храм. место, где присутствует Бог. И они ждали времени, когда вся земля, весь мир станет этим храмом. Мы с вами живем во время примитивных страданий. Один из моих преподавателей опубликовал на себя у Твиттере что ему позвонили из церкви. Одна молодая пара, и они говорят, у нас начинается депрессия. И они говорят, мы не можем обновить свой гардероб. Мы ходим в старой одежде. А если карантин продолжится? И мы еще несколько месяцев не сможем купить себе новую одежду. одежду. Он говорит, это апокалипсис. Это конец света. Он говорит, вы знаете, с помощью вашей одежды можно одеть свою страну в Африке. Но он говорит, но потом я понял, что они действительно нуждаются в помощи пастора. Они страдают, потому что они не могут купить новую одежду. Евреи не жили во время примитивных страданий. Они страдали по той причине, что этот мир еще не искуплен. Что Божья слава еще не воцарилась во весь мир. И вот этот процесс водочерпия он означал спасение. Он указывал, что придет однажды такое время, когда Божья слава воцарится на весь мир. Это написано в книге пророка Исаии. Четвертой главе. И там со второго стиха написано, что однажды придет такое время, когда Бог очистит всех людей, и когда над всеми, кто будет почитать Бога, будет Божья скинье, будет Божий покров. И все люди будут покрыты Его славой. Все будут переживать Его славу. И евреи желали такого мира. Дорогие друзья, моя проповедь может показаться для вас китайской грамотой. Если мы не знаем вкус и красоту поклонения Богу, когда мы поклоняемся Ему, поем Ему песни, и мы реально переживаем, как небо спускается на землю. И нас охватывает слава Божья. В моей памяти еще живо наше прошлое воскресное богослужение. Когда мы пели песню, Ему слава и сила и держава вовеки. И я пережил в своем сердце вот это объединение неба и земли. Я вожелал жить в то время, когда это осуществится всецелой и полностью. И вот что-то происходило в это время, когда евреи не несли эту воду в храм. они радовались, танцевали, пели песни, потому что они понимали, когда-то придет время и храм Господень извините, вся земля превратится в один храм Господень. Excuse me, the whole temple would be the whole world would be turned into the temple of God. Однажды я был в гостях у своих друзей евреев. Они ортодоксальные евреи из Нью-Йорка. Привет вам, братья. И я был у них дома, и когда мы сидели за столом, сын моего товарища, ему было по-моему 13 лет, и он задал мне вопрос. Говорит, мой отец сказал, что ты изучаешь нашу Библию. Мне понравилась сама формулировка. Он говорит, ты нашу Библию изучаешь. Когда-то один миссионер спросил еврея, говорит, а вы евреи понимаете, что написано в этом тексте? Он говорит, мы не только понимаем, что написано, мы еще это и написали. И вот он говорит, в книге Захарии, 14 главе, написано, что праздник кущий мы будем праздновать вечно. Как ты думаешь, о чем это написано? Когда это будет? Иосия, я подумал, и вот мой ответ. Это будет время, когда Бог создаст новое небо и новый Иерусалим. Когда Бог создает новое небо и все люди окажутся под покровом Божьей славы. Изучая 14 главу книги Исаии, мы можем увидеть, что христианское спасение состоит из трех частей. Это Бог будет царем. И все будут покоряться Ему. Весь мир будет существовать в соответствии с Его природой. Все будут жить только для Его славы. Все, что будет происходить, будет происходить для Его славы. Это будет время победы Бога. Когда все, кто восстает против Него, кто порочат Его славу, они будут убиты, Бог восторжествует в победе над грехом и нечестием. И последний, Он искупит и восстановит все творение. И это будет когда-то. Когда будет новое небо и новая земля. И я туда иду. И об этом мечтают евреи. Именно об этом говорит последний день праздника. Что однажды вся земля превратится в Храм Божий. Давайте вернемся к той процессе. Когда они уже внесли воду в Храм. И Иисус Христос был в Храме. И когда они уже вылили воду и процитировали Псалом 117, 25 стих. И они восклицали О Господи спаси же нас. И тогда в Храме была тишина. И эта тишина была у евреев для того чтобы как бы Бог ответил им. И каждый раз, каждый год они праздновали этот праздник и Бог им не отвечал. И они опять скорбели. Потому что мы попросили у Бога спасти нас. Мы попросили чтобы Его слава спустилась и покрыла всю землю. И Бог опять промолчал. И вот праздник. И вот они говорят Господи спаси нас. Они как бы ему кричат Бог стань царем над всей землей. Бог победи всех своих врагов. Бог искупи восстанови все творение. мы жаждем этого. Пожалуйста ответь нам. И они замолчали. И вот Иисус Христос в этот час именно в этот час Он воскликнул. Кто жаждет иди ко мне и пей. Это был ответ Бога. Наконец-то пришло то время когда Бог ответил. Бог сказал Мое царство вернулось. Моя слава вернулась. Я побеждаю всех врагов. То о чем пророчество Захария Исаия вот оно осуществилось. Странствия закончились, плен закончился. Идите ко мне. И они конечно же захотели его убить. потому что он возомнил из себя Бога. Потому что он ответил вместо Бога. Но мы с вами понимаем что он и был Богом. И дальше Иоанн присоединяет толкование. И он говорит. Сие сказал он о Духе. 39 стих которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого. Потому что Иисус еще не был прославлен. И Иисус показал Бог не просто вернет нас жить в Его Храм. Он нас сделает Своим Храмом. Мы станем Его Храмом. Мы станем местом где сосредоточена Божья Слава. Мы станем теми людьми в которых побеждает Господь. Мы вернемся к своему призванию быть властителями и священниками. Когда евреи в праздник Куши наставляли своих детей, они учили быть своих детей свидетелями Божьих странствований, они учили своих детей быть свидетелями Божьих странствований. И вот как они учили своих детей. Свидетель это не просто очевидец. Тот, кто умеет передать то, что он увидел. Свидетель Божьих деяний это тот человек, который создает в этом мире нечто новое. Мы свидетели того, что Бог закончил времена пленом. Он победил всех врагов в нашем сердце. И он повел нас в новое небо и в Новый Иерусалим. Он уже восстановил всю Божью славу в нас. И он ведет нас к еще большей славе, когда весь мир станет Божьим храмом. Чему призывает Бог на сегодня? Мы должны отказаться от потребительства. Мы должны жить для своих удовольствий. Мы должны быть людьми, которые ищут чего-то большего. Хотят чего-то большего. и нас невозможно удовлетворить ничем, кроме как поселив нас в мире, который есть храм Божий. А это сделает Бог, когда вернется второй раз. Второе. Мы сегодня можем с вами помочь кому-то стать странниками. на этой земле смысла нет ни в чем. Кроме как в том, чтобы стать странником к лучшему миру, чтобы изучить славу Божью, чтобы прочитать книгу Откровений и увидеть, как Он будет побеждать всех своих врагов, восстанавливать свое царство, когда Он будет наполнять весь мир своей славой, когда Он будет наполнять весь мир своей славой, и с радостью устремиться к той жизни, и счастливо reach to that world, to that life. Soon мы увидим Господа, не будет там слез, там будет радость, это новый мир, который предложил нам Бог, а сегодня мы увидим в Боге уникальную черту творить жизнь в пустыне, вы видите обездоленных людей, которые ищут спасения, они хотят, чтобы их жизнь была наполнена чем-то большим, чем у них есть, они не знают чем, но они ищут, помогите им сказать, что это слава Божья, которая наполняет их, они окружены проблемами, укажите на Бога, который побеждает врагов, покажите им, что смысл есть только в том, чтобы стать странником к лучшему миру, видеть брата, который согрешает, покажите ему, что он должен стать странником к лучшему миру, убедить чтобы быть другим к лучшему мира. Когда апостол Павел хотел отучить коринфян блудить, когда апостол Павел хотел учить коринфян чтобы остановить adultery, он не нашел другого способа, как только один. Он им сказал, придет однажды время, когда Бог воскресит ваше тело. И вы будете управлять созданным новым Божьим миром. Так ввиду вашего будущего призвания. Перестаньте это делать сейчас. Вы призваны управлять новым Божьим миром. Зачем вы сегодня делаете эту нечисть? Пусть Бог поможет сегодня нам обретать менталитет странника который идет к лучшему миру. Освобожденного пленника который хочет дойти до лучшего мира. Давайте об этом помолимся. Милосердный и добрый Бог, мы так благодарны тебе за то, что ты нас нашел. и ты дал нам милость понять себя по-новому увидеть себя не как обреченных людей увидеть себя не как людей которые обречены просто умереть и уйти в никуда но увидеть себя как странников которые идут к лучшему миру. О Господь ты был странником в этом мире научи нас странствования помоги нам понимать этот мир как приключение которое нам нужно пройти чтобы попасть к себе домой тот мир который ты творишь для нас хвала тебе вечная аминь аминь аминь